Ну что ж, дорогие друзья, я спешу вам представить моих гостей. Это Гульжан Мусаева, пресс-секретарь Департамента по делам обороны Южно-Казахстанской области и Егемберды Курманкулов, сын воина, погибшего в Великой Отечественной войне, Олжабаева Курманкула. Здравствуйте. Ну, Гульжан, я знаю, что сейчас ведутся поиски, находятся воины, павшие в Великой Отечественной войне. Как вообще это происходит и как к вам передается эта информация? Несмотря на то, что прошло уже более 70 лет с момента окончания Великой Отечественной войны, до сих пор повсеместно находятся захоронения. Информация о них сразу же к нам поступает. Мы ведем всегда поисковые работы, находим родственников, если таковые имеются. Обязательно внедряем именно павших в книги памяти. Если необходима помощь в каких-либо социальных вопросах родственников, обязательно Департамент по делам обороны ходатайствует, необходимы органы исполнительные. Работа с ветеранами, она повсеместно идет. Она ведется всегда, не останавливается. Также работа с ветеранами, которые проживают в Южно-Казахстанской области. У нас имеются списки, мы постоянно ведем учет, всегда справляемся о том, каков их уровень жизни, все ли им достаточно. Департаменты, управление и отделы по делам обороны в своих районах всегда поздравляют ветеранов с днями рождениями их. Гульжан, вернемся к поиску погибших. Вообще, это очень благородное и очень тяжелое дело, на самом деле, искать тех, кто уже никогда не вернется, к сожалению. А насколько легко или сложно искать родственников, тех, кто искал в свое время и, возможно, уже даже отчаялся? Знаете, тут во многом дело неосведомленности. Когда к нам поступает информация, список павших, мы начинаем поиск, начинаем поиск с того места, откуда он призван. Но повсеместно родственники уже не живут на тех местах, а у многих нету потомков, так как они очень молодыми призывались в армию. Но хотелось бы сказать людям, что есть ресурсы, где они могут найти. Есть такие созданные порталы подвигнарода.ру, там большая база данных, мемориал называется она. И также можно обратиться в местные органы военного управления и сделать запрос, попросить какие-либо архивные данные. Если что-то есть, обязательно это будет предоставлено людям. То есть их просьбы никогда не остаются без ответов. Вот мне бы хотелось у нашего героя спросить сегодняшнего. Вы искали в свое время отца? Да, искали. Сынявя искали, два сына. Но не нашли военкомата. Здесь мой отец призывался в 42-м году с Айрамским военным комиссариатом. Поэтому мы не знали. В своем Живолинском военном комиссариате ничего не было, сведений. Поэтому мы не могли найти. Сыновья, не знаю, как нашли, может, по интернету что-то... Не ясно было фамилия, неправильно было, буквы. И там написано было мат. Имя, имя, мать тоже неправильно было написано. Поэтому мы не могли найти. Ну а ваши чувства, когда все-таки вы узнали, что ваш отец найден? Да, я обрадовался, даже дочки обрадовались, сыновья все вместе обрадовались. Но вы съездили уже к месту захоронения или еще нет? Нет, мы уточняем еще. Мы не знали точный адрес, не знали. Поэтому мы обратились. Газеты не читали мы, газеты. Газеты не было, ничего такого сведения. Ну а если вот этот случай взять, допустим, родственники узнали, что их отец похоронен на территории России. Это все-таки далеко, это ехать туда. И опять же, это финансовые возможности. Департамент как-то оказывает помощь в данном вопросе? Или опять же, вы только ходатайствуете о том, чтобы выделились определенные средства на поездку? Как вообще это организуется? Я знаю, что сейчас пока очень мало людей набрано. И даже если что-либо такое будет организовываться, это нужно будет, чтобы по меньшей мере, хотя бы побольше людей нашлось. В любом случае, в Акиматах тоже знают об этой ситуации, о том, что было найдено. К ним тоже было обращение. И они со своей стороны должны тоже, да. Ну вот последний случай. Допустим, вот у нас тоже есть родственник, который не вернулся. Вот ищем, ищем уже, и с советских времен ищем. Ну, все безрезультатно. В последнем случае сколько бойцов было найдено? 45. 45. И все они из Южно-Казахстанской области? Подавляющее большинство. Большинство, да. Ну, обязательно мы этот список опубликуем. У нас на сайте otrar.kz. Постараемся опубликовать в газете РАБАТ, чтобы люди могли прочитать и обратиться к вам. Есть какой-то телефон, куда можно позвонить? Вы можете позвонить в управление отделения по делам обороны, то есть в вашем селе, в городе, в районе, где вы проживаете, в местный орган военного управления. Дать запрос. Либо вы можете написать письмо на оборонок. Оборонок.кз.собачка.мал.ру Непосредственно он попадет ко мне. Я сверю по спискам и отправлю информацию. Ну, спасибо вам, что были сегодня с нами. Будем очень рады вас увидеть у нас еще и еще раз. Это наша газета РАБАТ, в которой мы обязательно опубликуем все списки, как мы и обещали. Поэтому, пожалуйста, читайте, выписывайте газету. Ну, а наши календарики, я думаю, помогут вам запланировать хорошие и добрые дела еще не на один месяц. Всего доброго. Всего доброго.